добрый день дорогие друзья саша океистаганка сегодня хотим поговорить про аксессуары с оттечи для устройства с разъемом usb-c мы знаем что таких устройств становится все больше это и macbook pro 2016 и nintendo switch который у нас сегодня прямо одно из таких основных гаджетов ну в плане такого фана какого-то веселья и интересного смартфона самсунг новые смартфоны самсунг на компании apple xiaomi meizu тысячи их в общем и мы подобрали кое-какие периферийные штуки открыли для себя даже кое-что новое сейчас расскажем что вот наш обзор хочу начать с того что многие в интернете ноют но это не говорят вот новый macbook pro полная фигня почему мне это разъема hdmi у меня до разъема ethernet дом один разъем заменяет все меня нет разъеме 2.0 не 302.0 то есть людям вот при нужно чтобы у них было и 2.0 и 3.0 и 10 sd карт ридеров и все все должно быть все абсолютно все вот люди привыкли жить в прошлом да то есть они не понимают что уже давно за них все продумано все рассчитанное за них все подобрано то есть да говорит вот я там буду буду погибать молодым да буду погибать молодыми не буду его использовать потому что мне вроде прошка она не пошка на самом деле это прошка да и под нее такие же проф дизайнеры придумали аксессуары и вот одна из таких компаний с отвечи которая придумала всевозможные свитчи хабы переходники разве петели для ноутбуков для в первую очередь для продукт для компании apple почему они подобрали точь-точь стартовую гамму и мы сейчас поговорим немножко про нинтендо свитч а потом закончим макбуком про потому что мы случайно обнаружили что нинтендо свитч у нее здесь есть разъем разъем зельда все играет зельд настолько успешная игра сейчас такой хайп нинтендо вызвал того и выключим есть такой с отличие хаб до на два юсб порта здесь у нас hdmi и еще вот два разъема юсби а юсби си да есть более продвинутая версия кстати сказать это для макбука мы покажем да но это тоже подойдет стакаем юсби си и решили его проверить будет ли он обратно совместим с нинтендо свитч да то есть можно попробовать подключить его к телевизору даже мою нато по-хорошему выдать изображение скорее все вряд ли но надо будет протестить если вам нужны результаты мы сообщим в следующих роликах то есть я дам сергею кузьмину на обзор вот этот девайс и он напишет работали она с телевизором нет и решили просто будет ли она заряжать как powerbank мой iphone пошло то есть видите за счет конструкции через usb 3.0 у меня заряжается iphone и ватнулся до свитч или хап нерская все да называется вот то есть вот такую вот нехитрую схему да мы придумали нинтендо свитч как можно использовать наверняка в будущем можно будет свои флешки втыкать и если ее взломают не дай бог можно будет память расширять и чё только не придумывать не спасибо порту и сбить и надеюсь что компания apple в будущих айфонов уйдет от мастинга полностью и заменит его современным разъем виси потому что это намного упросить жизнь как и нам так клиентам которые не привыкли или привыкли уже давать лишние деньги за продавайте дорого там отчисления тут компания по определенным теперь давайте покажу панацею от всех бед если вы еще пока не готовы перейти на и избиси покупаете вот такую штуку прибуду как раз она по цвету прекрасно подходит под space grey ноутбук здесь у вас здесь юсби а картридер hdmi подожди здесь у нас содержимое нет а вот с этой стороны нет нету здесь а ну окей здесь есть и избе си 2 избе а картридер для карт hdmi нет но вы можете взять например вот этот вот переходник подключить другой порт и у вас будет hdmi то есть все как вы хотите стоят эти все переходники недорого в реально недорого но при этом вы получаете все необходимые возможности пока саша распаковывает я скажу пару слов про вот эту замечательную штуку распаковать надо тоже показать да саша сейчас уже тогда распакует получает вот покажет где есть ethernet где есть юсби а да да есть три порта юсби 3.0 и hdmi выход для подключения ноутбук компании по телевизору да он не так изящно смотрится не так элегантно но зато как бы вы иметь такой вот хап на много портов и делать своим ноутбуком что хотите а современные макбуки у них есть кармашки для таких вот аксессуаров да по поводу вот этой замечательной док станция что это такое это док станция позволяет устанавливать сюда жесткие диски вот казалось бы таких устройств может быть и вы уже где-то видели но на самом деле это полезно потому что здесь есть порт и юсби для того чтобы сразу там соответственно обращаться перезаписывать какую-то информацию то есть это по сути такой картридер но еще он исполняет обязанности такого картридера для жестких дисков то есть ну классная вещь до 5 гибитс и вы можете из допустим старого компьютера достать жесткий диск поставить сюда скопировать себе всю информацию у него отдельное питание вот есть скоростной разъем к избе а по моему да и использовать его в алюминиевом корпусе защита от перегрева ну в общем такая тоже полезная вещь марка называется с отечи есть много у них вот таких полезных всяких девайсов качественные кабели насколько я помню то есть там брака особо нет ну то есть все там в порядке у них и что мы хотели сказать ну в общем то все что мы хотели сказать для сатечи давай напоследок дадим мобфи да мобфи а просто я уже заговорил за айфона зарядку да давайте поговорим про мобфи в мобфи сделали замечательную штуку под названием hold force удерживающая сила это чехол для айфона 7 плюс или обычного есть для семерки где сейчас прям секунду подожди вот это вот поликарбонат вот это вот здесь находится магнитная площадка и это материал который напоминает кожу очень приятно на ощупь сейчас саша скажет как она научит шикарно да одеваем свитч на ощупь многие говорят что свитч талону ощупства на самом деле от мобфи ты знаешь виду что приставку даже салон нравится больше ну какой так соответственно что это такое причем из hold ford цвета вот это и вот кстати основы черно они могут быть разные стресс снимает если вы так поставить говорю намного лучше по тактильность чем свитч вот она просто типа послужили понять одно с другим связано скажи мне пожалуйста потому что находят корпус нинтона свитч хотя ничего для себя я знаю что это лучшая штука не нашел так и мы к ней можем соответственно прикреплять различные аксессуары например внешний аккумулятор сюда встроен разъем lightning вот таким вот образом крепите на магнит чехол и вставляете в iphone очень круто получается вот такая вот конструкция выглядит неплохо вполне можно пользоваться смартфоном и вы его заряжаете то есть вот эта батарея на емкостью на 4000 матч этого хватает на то чтобы зарядить смартфон если говорить про iphone 7 плюс почти один раз то есть ну до 70 процентов вы его точно зарядить даже если упадет мне страшно разъем лайтинг у вас его спасет да помимо этого вам надоело заряжать например да все побаловались побаловались и хватит вам надоело его заряжать вы убираете обратно в сумочку замечательный чехол берете фолио так называемый вот ухты прикрепили получается книжка здесь у вас магнит то есть ну целиком защищает переднюю часть заднюю часть джинсы превращаются до легким движением превращаются в шорты вот эта штука как-то странно сделано то есть ну мне вот честно говоря не очень нравится мне больше нравится есть такой еще маленький аккуратный кошелек для карт отделение для 4 по моему карт он вот прямо такой вот в размер сделан этой магнитной площадке вот он классный вот по поводу фолио ну скажи да тут тоже есть отделение для карт для тройки как раз метро ездить до для тройки хорошо и так далее можно работать так позором к да то есть в целом идея такая что вы покупаете базовый чехол вот этот вот и к нему докупаете аксессуары аккумулятор и так далее и тому подобное компания мафия продумал как из народа максимум уже денег но не знаю на одном продукте есть сомнения что чем пойдет чем сложнее затея тем сложнее людям продать потому что все например любят батарейки муфи с чехлы батарейки муфи есть новая коллекция мы про нее еще поговорим с беспроводной зарядкой она классная а вот эта вот штука но она такая на любителя хорошая но на любителя это ничего это просто часть упаковки плохо вот мафия лавсью мы вас тоже любим спасибо вам большое доставьте лайки пока ставьте как вы думаете что вам хочется пока и удачи